Насколько вино и здоровый способ лета могут существовать в одной площади? Мы встретимся в 120 лет, когда тебе будет 120 и мне, и поговорим на эту тему. Важно заставить весь свет попробовать украинское вино. Невозможно быть здоровым, не употребляя вино. Я ни разу не пробовал нормального гаражного вино, если это не провинция Шампань. Георгий, привет, дорогой. Рад видеть тебя. Також рад вас видеть. Я так понимаю, что нас объединяет не только любовь к вино, но и к архитектуре. 100%. Я к архитектуре можно забирать. Причем занимаюсь давно виноделем, но при этом много строил. Много строил. И все любят строить. Кто-то строит глазки, кто-то строит дома. Мы слышали этот анекдот. Это хороший анекдот. Если позволите, начну с того вопроса, которое было именно в YouTube, по которому мы с вами и встретились. Насколько вино и здоровый способ лета могут существовать в одной площади? Да? Все-таки в каких-то бачениях украинцев, или вообще по свете, это больше алкоголь или в целом здоровый способ жизни? Ваша рекомендация – два бокала за обедом. Мне кажется, что в 20 лет я бы этого не выдержал. Чтобы дальше активно работать и заниматься спортом. 120 грамм – это меньше, чем здесь. То есть, две порции по 120 грамм – это 240 за обедом. Да. Что касается вина. Невозможно быть здоровым, не употребляя вино. И это говорю ответственно, потому что эксперименты проведены в масштабах наций. Ну, например, сейчас можно в английских изданиях, таких как BBC или Time, в американских, вот почему-то англосаксы тяготеют к этой теме. Они говорят о нулевой толерантности к алкоголю и к вину в том числе. То есть, они сравнивают алкоголь и вино. Хотя вино – это пищевой продукт, никакой-то не алкоголь. Это признают все, даже наши соседи Молдаване, я уже не говорю про итальянцев и других средиземноморцев. Так вот, нулевая толерантность к вину в том числе. Говоря о том, что это вредно. Даже в микроколичествах, в больших количествах это вредно. Я, честно сказать, когда мне мой товарищ задал этот вопрос, я ему сказал, давай мы с тобой встретимся в 120 лет, когда тебе будет 120, и мне. И поговорим на эту тему. Посмотрим, кто дотянет до 120. И загуглил. Ты можешь прийти домой или после беседы загуглить средняя продолжительность жизни народов. И посмотреть, кто в десятку входит. Так вот, в десятку входят страны Средиземноморья, которые употребляют иногда и фуа-гра, и свинину, но живут лучше, чем другие. Вот конкретный пример. В десятку входит там Сан-Марина. Это там гора в Италии. По сути это Италия. Итальянцы, испанцы, французы, греки. Те, кто пьет сухое вино. Десятку. Как думаешь, на ком месте немцы? Которые в своих приоритетах, для них это жирная еда и, как у нас, кстати, похожая кухня. И пиво на двадцать шестом месте. Причем при всем, что немцы самые богатые. У них лучшая медицина в мире, я пожалую. Ну вот мы все пользуемся иногда медициной. Все тяготеют Германию. Потому что в Германии все качественно, четко и медицина лучше. При этом они на двадцать шестом месте. Не входят в десятку. Или англичане. На двадцать девятом. Я уже не говорю про американцев. И вот они пишут о нулевой толерантности к вину, но не пишут о нулевой толерантности к хот-догам или прочим фастфудам. Об этом пишут мало. О сахаре пишут мало. Хотя ничего хуже сахара нет и сахарозависимость. Ну об этом сейчас стали говорить, но как-то робко. Почему робко? Потому что еще детям дают сладкое. У меня внук, ему 3-8 года, он ни разу не ел сахар. При этом он кушает сладкое, там фрукты и так далее. Потому что это очень вредно. Какие, возможно, ваши додатковые рецепты, как предприниматель, который в постоянном навантажении, в постоянном русском. Какие, возможно, недосыпания, недоедания. Все равно, начи с 20-30 лет, чтобы держать себя в форме и даже 60-70 лет, быть активным и мать энергию для семьи, для подорожей и для той же работы с компанией, с бизнесом. Сейчас многие пишут о биохакинге, правильный образ жизни. Но в биохакинге все хорошо, кроме стимуляторов, которые они рекомендуют для деятельности головного мозга. Виноделы считают, что лучше всего стимулирует деятельность головного мозга как периферической части организма, особенно верхняя часть головного мозга. Это употребление небольшого количества вина, потому что кислая среда чистит сосуды от жира. То есть вино великое ведь всех хворит? Не от всех, но, во всяком случае, от многих. Например, как думаешь, почему люди победили чуму? Благодаря прививкам или благодаря винам? Многие говорят о том, что вино разбавляли водой. Неправда, это воду разбавляли вином. Римские легионеры, когда они ходили в походы, у них с собой была пляжка всегда с вином, потому что вода всегда была немножко грязной, как минимум немножко, а как максимум сильно загрязнена. И вино, кислым сухим вином, эта киста нейтрализует патогенную микрофлорию в воде. Поэтому Луи Пастер говорил, что вино – это самый гигиеничный продукт. Это действительно так. То есть человек, который запивает еду, вино, он получает удовольствие шикарное, потому что вот эта глутаминовая кислота, которая образуется, умами, вкус, он образуется только с вином. Если будешь жирную отбивную запивать водой, не будет вкусно. Больше того, это очень вредно, потому что жир коагулируется в воде. А в вине он растворяется. Всё очень просто. И чистые сосуды – это чистая совесть. Потому что человек, который не имеет чистых сосудов, у него начинаются проблемы с деменцией. Он забывает многое, в том числе и свои обещания. И совестливым не может быть. Совестливый человек должен быть здоровым. Если вернуться к вопросу вашей компании и вашего развития в этой сфере, был опыт, который вам передавали ваши родители. Как это вообще происходило в вашем случае? И если брать человека, который интересует этой темой, и она хочет начать себя в этой сфере, стать виноробом, начать свое производство, чтобы вы ее порекомендували? Каким бы был этот шаг? Ну, рекомендация одна – любить вино. Надо пробовать дегустировать вино, иметь опыт. Мне повезло, потому что у меня родители родом из Кахетии. Кахетии – все виноделы. Это Алозанская долина. Все эти бренды, которые на слуху – «Кинзмараули», «Хваничкара», «Цинандали», «Курджани» – это все из Кахетии. И мой отец там родился, и мама там родилась, и поэтому отец закончил Кутейский сельхозный институт, агроном-винодел, и приехал по распределению, распределился в Одесскую область. Так он здесь появился. Соответственно, я вырос в виноградниках. Отец много чего сделал для винограда, что виноделие страны. В частности, он районировал, привез сюда грузинские артахонные сорта, такие как кацетели и сапирали. Это он сделал. И посадил очень много, ну десятки тысяч гектар виноградников. Самый тут подайся. Да, в Одессе. И я был свидетелем всему этому. Я с ним ездил на уборку урожаев, общался с виноделами. То есть я с детства влечен в этот процесс. Поэтому у меня был легкий отход от темы. Я три года отучился в арт-училище. У меня неплохо в артиллерийском училище там получалось, но когда я попал в войско, я понял, что это не мое. И все-таки вернулся к виноделию. С тех пор виноделие не изменяло. Хотя полигамии напомним. Все-таки Украина вдалое место для виноробства? Чи это только эта часть? В юге Украины очень хороша. Очень хороша. Для сухого виноделия идеально. Сахарное накопление 22-23% достигает. Сейчас легко. Это никакая не проблема. И мы получаем вино с содержанием спирта 12-13-13,5% легко. Вообще плюс глобальное потепление. Если обратим внимание, везде стало теплее. Особенно здесь. У нас тоскана. Посмотрите, что творится. Вот сейчас середина сентября, днем 27-28, ночью 16. Идеальная. И мы убираем виноград. Идеальная температура для уборки винограда и для того, чтобы виноград завел. Днем жарко, ночью прохладно. Поэтому на Украине вообще земля идеальная. Скажем так, Украина всегда была жительницей Европы, пока большевики не наделали здесь дел в 30-е годы, когда Украина голодала. Ну, представляете, до чего довести страну, которая кормила всю Европу и пережила голод. Единственная претензия к теме – это то, что земля все-таки не продается. То, чтобы реформы пошли быстрее, она должна быть товаром, должна быть залогом. Потому что без залога ты не получишь кредит. А без кредита ты не начнешь бизнес. Поэтому, если ты меня спросишь, как организовать бизнес, нужен изначальный капитал. И в этом смысле у тебя нет оснований этим заняться, потому что у тебя нет капитала. Есть капитал у олигарха Лайт или у олигарха вообще. И ему заниматься виноделем как-то не досуг. Он хочет заниматься нефтью и так далее. А люди, которые хотят заниматься на земле, им нужно получить капитал. Для этого у него мог бы быть участок земли, который можно было прийти в банк, заложить, получить кредит и начинать бизнес. Но это же надо объяснить простую связь людям. Потому что люди, многие говорят, не пяди земли, земля не продается. Как будто ее отсюда вывезут. Ну, это такое фарисейство, которым наполнены наши широты с 1861 года, по-моему, когда отменили крепостное право. Но дальше не пошли. Частная собственность до сих пор мораторий. То есть нам землю распределили, но не продает. Продать ты не можешь, заложить не можешь. Вроде тебе принадлежит, а свой сам товар не наделено. Чи может конкуровать ваше вино, чи взагалом украинское вино с какими-то святыми виробниками? Вот для этого есть слепая дегустация. Слепая дегустация, я говорю, я открываю глаза. Просто берите. Неоднократно ко мне приходили друзья со своим вином. Недавно один пришел в каком-то шабле неизвестного происхождения. Мало того, что там из агломерата была пробка, которая пахла клеем ПВА, так еще и окисленный продукт просто не кокошеный. И для того, чтобы не хвалить чужое и не хвалить себя, просто надо взять любимый свой продукт. Например, что ты, например, употребляешь из сухих вин. Я доверяю. Не будем рекламировать. Допустим, французское вино какое-нибудь или испанское. И взять отечественное производительное. Я не говорю про свое любое. Возьми и сравнивайте в слепой дегустации. Одинаковые бокалы, одинаковая температура. Белое желательно холодным. Красное, ну холодное это 10-12 градусов. Красное по тепле, 18-20. И вот в слепой дегустации определяйте свой приоритет. Потому что многие люди пьют, моют шандон не потому, что он им нравится. А потому, что это престижно. Ну понятно, престижно ездить, допустим, на Porsche или на BMW. Или там на хорошей немецкой машине. Но помимо престижа там еще есть и контент сумасшедший. Это сложное инженерное сооружение. А с вином все просто. Вот как кефир ты выбираешь, например. Ты же сравниваешь. Я прихожу точно так же кефир. Покупаю 4-5 бутылок. Домой прихожу в одинаковые бокалы. Мне тетя наливает. Пишет 1, 2, 3, 4. Я пробую. О, это мой кефир. То же самое с вином. Важко заставить весь свет попробовать украинское воно. А мы не будем заставлять никого. Кто захочет. Чи я взагалі до цього интерес. Можливо, вот как раз то воно под вашим особистым брендом. Под брендом вашей семьи. Воно мае якусь авторскую фишку, авторскую идею. И воно може бути також цікавий свит. Чи больше таки формати локальних. Нам дай Бог охмурить Украину. То есть рынок сумасшедший. Сюда все пытаются попасть. 45 миллионов людей живет. И слава Богу живут относительно неплохо. Но если ты мне спросишь, везде ли мы представлены? Нет. Везде ли пьют сухое вино? Нет. Многие пьют полусладкие вина. Если ты мне спросишь, какое полусладкое вино? Я его не пью. Или там Кагору. Объявили церковным вином Кагор. На самом деле нулевую толерантность надо к Кагору иметь. Потому что там запредельные концентрации сахара. Причем сахар из винницы. И спирта. Не может быть полезным. Даже в небольших количествах. Ну вот есть такие стереотипы, которыми мы боремся. И этот рынок потихоньку-потихоньку начинает завоевывать симпатию потребителя. Потому что вот я произвожу, например, в рамках программы виногулевых только сухие вина. Я не делаю полусухих, полусладких. Хотя есть полусухие вина или полусладкие типа Сатерна, которые натурально сделаны с методом увяливания винограда. Или айсвайны, которые делаются из подмороженного винограда. Или такайские вина. Там, где нет добавленного сахара. Это натуральный продукт. Но эта технология очень дорогая. И ей здесь никто не занимается. Потому что какой смысл, если ты можешь в лучшем случае взять и использовать концентрированный сок виноградный. Добавить его тебе и закрепить немножко виноградным спиртом. Это в лучшем случае виноградный. Поэтому натуральные вина. А натуральные вины еще немногие понимают. И к натуральному отношение очень, скажем так, подозрительное. Вот с женщинами все разбираются, что резиновое хуже, чем настоящее. А с вином мы, к сожалению, где-то процентов 8-10 максимум на Украине. Людей, которые пьют сухие вина. Но это хороший результат. Потому что когда-то было 5. Где-то 15 назад было не более 5. Но ты знаешь, что ты воспринимаешь на смак? Кому что бишь и смак? Конечно, все надо пробовать. Но многие себя лишают этой возможности. Ты что-то слышал о мужском консерватизме? Мы же заскорузлые. Что-то поменять в своей жизни не очень любим. Единственное, кто может сподвигнуть нас это сделать, женщины. Они более, скажем так, пытливые. И приносят что-то всегда в дом новое. И мужчину могут каким-то образом вовлечь в процесс. Поэтому моя целевая основа – это женщины. Потому что они более флексибельны в своих проявлениях. Ваша семья тоже играет важную роль в вашей компании. Что? Ваша семья и, возможно, ваша дружина играет также важную роль в компании и в операционной деятельности. У нас семейная компания. У меня есть старший брат, сестра. И мы все вовлечены в процесс. С братом мы работаем здесь. Сестра имеет туристическое агентство тоже здесь. И основные направления – это Средиземноморье опять же. А отец у нас председатель наблюдательного совета. Отцу 85 лет. И он за нами наблюдает, чтобы нас не заносило. Семейный бизнес, да. Мы семейная акционерная компания. Все-таки это формат массового организма, правильно? Все наши бренды, которые мы производим, вот они там на столе стоят, то все, что там на столе стоит, это все наши бренды в магазине. Мы производим сегодня где-то около 55% рынка игристых вин на этом заводе. Это очень приличное количество. В год это 14-15 миллионов бутылок игристых вин. Тихих вин мы производим где-то 7-8. Из них вин гулевых всего миллион. То есть это небольшое количество, даже меньше немножко. Каким был шлях до этой позиции? То есть какие-то такие критические моменты, на которые вас что-то научили? Чи по сути это был такой плавный рост от небольшой компании до каждого года увеличения объемов? Чи по сути это в какой-то момент лучше продается, в какой-то момент гирше продается? И как вы делали в таких ситуациях? Путь был непростой. Это как в песне «В собачьем сердце». Жизнь тяжелая, будет еще тяжелее. Но он был созидательный. И была борьба с алкоголизмом. Может быть это не помнишь. 84-85 год. Когда рубили виноградник с плеча. Это было очень сложно перенести. Хотя Одесская область меньше всех пострадала от этого. В том числе мой отец очень активно защищал виноградники. И ему удалось. А в Крыму, в Молдавии очень много виноградников было выкорчевано, вырублено. Там даже такой был себе реакционер. Крыму, Голодрив, он повесился с горя. Понимаешь? Потому что когда он видел там трактора, которые гребут виноград. Даже фашисты не уничтожали виноград. Ну, печальная история была в винодельческой жизни страны. Но мы как-то это все пережили. История сегодня продолжается. Что касается бренда Вингулевых, он сравнительно новый. Я им занялся в 2004 году. Причем мы это сделали от души. Потому что построили предприятие новое. Посадили виноградники вокруг. То есть это не то, что там взяли какой-то колхоз со старыми виноградниками, старый завод и там что-то начали лепить. Нет, все абсолютно было новым. Подходы правильные, европейские. Оборудование купили новейшее у французов и итальянцев. Там Васлан Буше, например, пневмопресса. Холодильные установки. Ну, представь себе. Холодильные установки на 1 мегаватт. Это ровно столько, сколько необходимо, чтобы иметь возможность регулировать температуру брожения. Ты мне там говорил о гаражных винах, спрашивал. Так вот, в домашних условиях сделать вино, не используя методы охлаждения, а для этого нужно иметь соответствующее оборудование, невозможно. То есть всегда брожение проходит при повышенной температуре. Это вот как, допустим, чай, который делают в наших широтах. Температура 100 градусов, крутой кипяток. Там инактивируется все, что было живое, все погибает. Ничего не остается. Может, какой-то аромат, невкус, ничего нет. Или там, допустим, как чайная церемония японская, где температура 70 градусов. И вот этот зеленый чай, он оставляет нужные полезные вещи, которые делают твой организм лучше. Поэтому японцы живут тоже немало, они в десятку ходят. Ваш рецепт крутого вина, якісного вина, естественно. Да, так мы чуть коснулись по поводу гаражных вин, говорят. А должен быть, конечно, классный виноград. Потому что если у вас виноград не конденсованный, то есть он не набрал сахаристости нужной, да, и, соответственно, вино будет окисленным, кислым, неприятным. Многие люди говорят «кислое вино». И они правильно говорят, не должно быть вино кислым, оно должно быть округлым, оно должно быть питким, минеральным. А это можно достичь только, если у вас содержание спирта в вине 12,5-13%. Не 10,5-11%, это 10,5-11% хорошо для шампанского, для игристого вина. А для вина 12,5-13%. Тогда и кислотность, тетруемая кислотность, так называют параметр, который характеризует кислоту в вине, тогда там не 7 тетруемая, а 5,5%. И он пьется хорошо. То есть, первое, виноград. Второе, оборудование. Оборудование, чистота стерильная должна быть. Это неживеющая емкость, а не бочка старая, которая 300 лет у бабушки в подвале стояла, которая плесенью покрылась. И с этими посторонними ароматами. То есть, стерильная чистота. Регулируемая температура брожения. То есть, эти емкости, они с рубашкой. И туда задается хладоагент, и вы регулируете температуру брожения. Когда вино бродит, это же как кипит. И температура брожения должна повышаться выше 14-15 градусов. Потому что, если она выше, то в нем появляется так называемый жженый тон. Как вот курицу мы жарим, такой портивный этот аромат, он переходит в вино. Как вот портвейнов старых этих противных. Такой уваренный тон. Чтобы мы получили классный аромат в вине, у вас должны быть новейшие ферментативные препараты. То есть, дрожжи по сути. Дрожжи, которые никак себя не проявляют. То есть, они настолько индифферентные, нейтральные, что они не изменяют вкус аромата винограда. Вот получить доминантные свойства сорта винограда, ароматику, можно только на чистом оборудовании с регулируемой температурой брожения. То, чего невозможно достичь в условиях домашнего производства. Ну, если вы не делаете вино, там, допустим, собираете виноград на хорошем участке у себя ночью, когда прохладно, потом вы переработку устраиваете в подвале где-то 10-12 градусов, тогда вы сможете каким-то образом достичь. Это цикловый рецепт. По-другому это невозможно достичь. Обязательно будет посторонний тот. Потом люди добавляют сахар. Сахар рафинированный для брожения. Подпитывают дрожжи. Это уже мертвое вино не полезное. Добавляя всякие дрожжи, я ни разу не пробовал нормального гаражного вина, если это не, допустим, провинция Шампань, где маленькие домики, если они готовят бутылки шампанское, а потом его разливают на специальном трейлере. Или в Италии, в небольших хозяйствах. У нас этой культуры, к сожалению, зарождается. Для того, чтобы сделать гаражное вино, ты должен потратиться на оборудование. Потому что сделать в старых бочках или в 10-литровых бутылях что-то приличное, очень сложно. Все равно все они залежат от солнца, от погодных умов, от климата. Да, конечно, но мы говорили о том, что зона южная и юга Украины очень хороша. Наверное, все технологии, все обладание. Да, плюс технологии современные. У всех уже современные абсолютно предприятия. Потому что мы уже конкурируем не друг с другом, а с импортом. И если ты не на уровне ожиданий, не на уровне требований потребителя, то ты просто не удержишься на этой работе. Поэтому уже все проинвестировали средства. Солнце в основе всего. Знаешь, говорят, куда не заходит солнце, туда заходят врачи. Поэтому в северных широтах, допустим, есть нации, которые лучше нас живут. Ну, взять, например, я не знаю, датчан или там шведы. Они лучше живут. Но по уровню депрессивности эти люди чуть выше, чем мы. Почему? Потому что меньше солнца. Там, где солнце, там хорошо. Все-таки бизнес-свеноробство очень консервативный. То есть он с временем не меняется. Или все-таки за последние десятилетия были какие-то инновации, изменения в технологии? Прогресс сумасшедший. 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 Прежде всего потому, что появились мощные машины, которые делают, возможно, вот эту регулируемую температуру обращения. Ну, представьте себе, на мегаватт холодильные три установки круглые сутки работают. Это огромные затраты. Но если вы это не сделаете, вы не получите яркий сорт. Плюс все из нержавейки. Это оборудование очень дорогое. Терморубашки. Прогресс точно такой же, как в автомобилестроении, например, я не знаю, в космосе. То же самое. Очень сильный прогресс. И, конечно, вина становится более ароматной. Многие думают, что это какой-то добавленный вкус. Нет. Просто чистая технология, она дает возможность получить вот эту ароматику яркую. Чи достаточно просто робить хороший продукт, або ж все-таки без маркетинга, без якісного просувания вам не обидеться? Ну, надо и то, и другое. Для любого продукта. Но если ты будешь делать некачественный продукт, то у тебя нет перспективы. Тем более я уже говорил, что потребители сравнивают тебя с импортом. С хорошим импортом в том числе. Если ты не на уровне, он не будет просто тебя покупать. И сам ваш особистий бренд Вина Голиевых. Это еще один из вариантов, инструментов этого просувания? Ну конечно. Как завоявляете доверие покупцам? Во-первых, мы стараемся делать его качественно. Во-вторых, я его сам употребляю. И когда сам употребляю, ты же его контролируешь. Каждый день выпиваю за обедом 240 грамм вина. И каждый день... Вчера выпил, допустим, шардоне. Сегодня выпил савиньон. Завтра выпил кабарне. И так каждый день дегустирую. Это моя работа дегустировать вино. И бытует мнение, что дегустация – это пьянка. Ничего подобного. А если вы выпиваете 30 грамм вина, вы пробуете. Можно даже сплевывать при необходимости. При рабочей дегустации, если много продуктов, то просто есть специальная база, куда сплевываешь. После этого садишься на машину, едешь, общаешься с гаечниками, и никаких у вас претензий к вам не будет, потому что вы не употребляли продукт. Ну, очень важно, конечно, пробовать вино. Цим так само, напомним, особо контролируете яркость всего продукта? Контролируем каждый день. Каждый день. Вот сюда приходит машина, с первички привозят вино, которое мы потом делаем, из него игристое вино. Шампанское продукты яичного брожения. Каждую машину, которая входит, пять-шесть машин в день, мне приносят на дегустацию. Я пробую, как, помнишь, Лукашенко картошку убирал? Плохая, хорошая, хорошая. То же самое. Хорошая заходит, плохая, отправляем. Может, другому не получится. Поэтому к нам и тянутся, допустим, та услуга розлива, которую я придаю, она на гривне дешевле, чем дают конкуренты. Но идут к нам, потому что я хозяин бизнеса, и я контролирую сам этот продукт. Допустим, многие мои коллеги сейчас там, кто на Мальдивах, кто там еще где-то отдыхает, потому что набираются сил. А я сижу здесь и это все дегустирую. Мне это нравится. Это моя работа. И, как выяснилось, вдохновение рождается только во время работы, а не во время отдыха. Во время отдыха у тебя рождается тоска, депрессия и прочее. Негоразды. То есть люди бегут от себя. То есть все должно быть дозировано. Это как сублимация. Она хороша и в сексе. Важно не перебарщивать. И вообще в отношении путешествия. Потому что если ты будешь постоянно путешествовать, ты станешь путешественником, а не бизнесменом. И в конце концов зарабатывать будешь не ты и компания, а опричники. И растащиваться в компанию. Ну вот 2008 год, мы помним, к чему привело делегирование этих вещей и траст. Это тотальное доверие. Доверили ребята по работе. Заработали. А отвечали 5-6 человек. Своими деньгами. В вашей компании историчная история? Затем занимался ваш дед, прадед. Можливо, вам передали, а вы внесли для себя рецепт того, как создать компанию, которая будет существовать более сотни лет. И какие-то ценности, которые в этом складываются, которые вы хотели, чтобы принял ваш сын. Две вещи рекомендую привить. Во-первых, самому надо быть на уровне ожидания твоего ребенка. Потому что если ты лежишь на печке и говоришь, ты должен не лежать на печке, или ты сидишь, пьешь там, я не знаю, виски и запиваешь этим зеленым мексиканцем, а ему говоришь, пей вино, или ты не читаешь ничего, кроме мурзилки, а у ребенка требуешь, чтобы он считал войну и мир, ничего не получится. Или там спорта тоже касается. Если ты опуха целлюлита, и всю жизнь проводишь гиподинамии, и хочешь, чтобы твой сын был спортсменом, стройный звонок, не получится. Только личным примером. То есть личный пример, следи за моим полетом. Они следят. То есть расслабляться нельзя. Родил, будь добр, будь на уровне. Это первая и вторая ответственность. Вот здесь сложнее, потому что рожает нас женщина, мать, и она всегда старается там постелить. Ты падаешь, она постелила. И таким образом у мальчика зачастую, когда он выходит в взрослую жизнь, возникает желание кому-то позвонить и спросить, что делать. Вот это самая большая проблема. Поэтому отец должен очень много уделять внимание детям для того, чтобы воспитать в них ответственность. Ответственность за свою жизнь. Твоя жизнь не зависит там от президентов, премьеров или налогового инспектора. Это личная твоя жизнь. Или ты не можешь жаловаться на то, что вокруг тебя все подонки, плохие, друзья, мерзавцы и так далее. Не надо искать крайнего. Обратись к себе. Ты ответственен за свою жизнь. И вот эта ответственность, она вообще важна, а для мужчин особенно. Почему для мужчин? Потому что на наших территориях эмансипация еще не проникла так мощно в образ жизни людей, как, допустим, на Западе. Поэтому мужчина все-таки больше работает, больше занимается бизнесом и так далее. И если он безответственный, ничего не получится. Хоть ты семи пяди во лбу, получишь там образование гарвардское, но если ты безответственный, ничего не получится. Возвращаясь к теме, ответственность. Для мальчика и для девочки ответственность за свою жизнь. И чем раньше ты ему заявишь об этом, там условно 18 лет исполнилось, иншульдигон до побачения. Будем сподіваться, что компания будет существовать еще минимум не одну сотню роков. Спасибо. Им дастся продолжить эту тенденцию с качеством продукта и, чтобы это была такая основная фишка. Будем стараться. Сейчас вона порекомендуете скоштовать? Да. Сейчас мы попробовали Select, молодое вино, да, красное. Сейчас попробуем резервы, причем в этой замечательной компании. А если захотите, игристое, тоже очень приятно. Что-то дадим еще с собой. Спасибо большое, Георгий, что приехал, нашел время. Очень правильные ценности. И скажу, что из тебя получится не только хороший архитектор, но и шикарный журналист. Будем сподіваться. Дякую. Можешь подрабатывать. Дякую за классную журналист. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!